Так, друзья, всем привет, меня зовут Гоночный... Твою мать, по микрофону ударил. Так, друзья, всем привет, меня зовут Гоночный Волк, а со мной Назар. Назар. Давай еще раз. Так, друзья, всем привет, меня зовут Гоночный Волк, а меня Назар. И сегодня, ребята, мы снимаем очень-очень интересные гонки. В принципе, я был приглашен, Назар пригласил меня. И сегодня мы снимаем вот это. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О данном мероприятии Субтитры сделал DimaTorzok Как прошло все? Да, нормально, лучше чем первая практика Это точно А в чем сложность этой трассы? Техническая Получается, мы ездили до этого То есть никто не знает, как бы ты едешь Не как тебе кажется, а по судейскому заданию То есть получается Вот судьи сказали дальняя прямая Ну мы все до ее ехали, выравнились, набираем скорость И постановка на большой скорости ставим все туда А теперь они сказали то, что надо под углом, потом перекладка и потом опять перекладка в другую сторону Аааа То есть прямую использовать для перекладок? Да, как бы по сути, сложно объяснить, но Не набираешь скорости и тоже Типа того что-то, да И из-за того, что как бы то есть получается идет вот промая И вот так вот она становится и вот тут клип То есть тебе надо успеть достаточно ее закинуть, чтобы... То есть мало того, что ты должен сделать перекладку-перекладку, но ты еще должен набрать скорость Я несколько раз в стенку фигачил, чтобы, ну не чтобы, а не получается достаточно вытянуть оттуда с этих перекладок, чтобы потом не влететь в стенку и поставиться правильно Так, друзья, в общем поняли, да? Это кажется легко и просто, но на самом деле, как видите на практике и со слов Назара, это вообще не просто Ну потому что здесь вот лично я, дай мне пульт в руки, я бы не понял, как зацеп ловить, откуда его брать, да? То есть, ну, как понимать Со временем, конечно, там приноравливаешься, приспосабливаешься, но на обыкновенной машине я бы научился гораздо быстрее, чем здесь Хотя, надо когда-нибудь попробовать Надо попробовать, надо воспользоваться шансом приглашением Тараса и погонять на его радиоуправляемой машинке на какой-нибудь одной из практик дней На одном из практик дней Тараса Тараса Тарас 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 Че у нас было по квалификации? Гавняна А? Гавняна, галима Да? Очень Закосячил поворот, вот вот прям, первые можно сказать, развернули Сколько у тебя очков? На первом заезде 27 было. Ну, как бы еще есть шанс, но маленький попасть в топ-32. В чем проблема? Сильно много газа дал. Хотел второй раз. Первый раз плохо проехал. Хотел второй раз лучше проехать. За счет этого перегазовал в первом повороте. И, соответственно, эта машинка развернула. До того, что слишком много газа было, когда угла уже слишком много было. Остается наблюдать за другими, да? Да. Нашел еще одного молодого начинающего гонщика. Как успехи, как Бэха? Едет? Нет. А что такое? Тяжело, не знаю. Не слушайте. Плохо едет. И я плохо еду. Ну, посмотрим, как она будет. Трек сложный, технический. Так как судьи сказали ехать, я не знаю, кто будет ехать. Посмотрим. Тимиву может будет ехать. А так очень сложно. Ехать быстро на нем, не разворачиваясь. Очень тяжело. Посмотрим. Так какие правила квалификации? Что нужно сделать? Проехать, ну, то есть задевать все клипы, как бы. Вот это вот желтые, это клипы, да? Да. То есть их нужно все задеть? Да. Вот это вот, допустим, вот такое, ну, тут одна такая, наверное. Это перед ней надо проехать, между поребриком и между линией. Сейчас киней надо клипы задеть. То есть вот то, что полосочка между клипом, допустим, каждым, это типа две зоны, как бы. Если одну задел, то это хорошо. Если глубже еще задел, то еще лучше. Ага. А вот если ты одну задел, то дают определенное количество баллов, а если во вторую глубже зашел, то еще больше баллов. И всего сколько баллов? Сколько всего баллов? Стоп. Стоп. Сейчас здесь. Надели. Хекс, короче, взлетел. В команды. Сейчас не будет. Вот так бывает. А что случилось? На квалификации, во время квалификации, взлетел хекс с колеса. А что такое хекс? Ну, хексагон, такая шайба, на которой крепится колесо, чтобы оно крутилось. И что, и провалил квалификацию, или не провалил квалификацию? Нет, сейчас вот жду, у него есть пять минут, чтобы подчиниться. Не пять, а не три. Три? Ну, три минуты. То есть там кто-то едет, а у него есть... Нет, никто не едет. Все, у него три минуты на квалификацию. Сейчас, если он собрал все, он поедет, у него есть шанс. А это часто такое случилось? Очень редко. Такого еще, наверное, до этого не было. Ну, было один автор, чтобы кто-то батарейку три раза забыл зарядить. О, сделал. Это, короче, получается, там на драйв-шафте, как на настоящем машине, идет он, как бы вставляется этот драйв-шафт, сквозь него пин, и на него одевается такой хекс. И поверх него уже колеса. А оно не стало накинуть это, за счет этого, у него слетело, получается, и у него колесо просто... То есть драйв-шафт крутится, а колесо нет из-за того, что оно, по сути, не подключено. А, понял. О! Так, Максим, да? Максим, все верно. Круто, слушай. А ты откуда? Из Туркменистана. Из Туркменистана. Там родился, в 17 лет переехал в Малайзию учиться. Ого! Вот, собственно, там, ну как, до переезда я летал на радиоправляемых самолетах. У меня папа увлекается, дед увлекался, в детстве вел кружок. Собственно, я начал на самолетах летать там, на радиоправляемых. Переехал в Малайзию. Затем самолет было сложно иметь там, потому что нужна какая-то машина, транспорт, чтобы ездить в поля. Поэтому мы решили верти дрифт. Вот, из 17 лет, в 2013 году я переехал в Малайзию. Начал там. В 2018 году я приехал в UK, закончил здесь универ, и сейчас работаю и продолжаю до сих пор. Круто! А UK чисто ради универа? Да, то есть я начал в Малайзии, и получилось так, что у меня получилась сплит-программа. То есть я два года там, и два года здесь, и закончил, выпустился с английского университета. Вау! Здесь я работаю, да. И как дошло до такого, что ты уже занимаешься этим, ну, вот в таких чемпионатах? Это же чемпионат Британии, да? Да. Ну, это, чтобы не звучать слишком вульгарно, это маленький чемпионат, в которых я участвовал. То есть... Расскажи! Когда я приехал в Азию, намного более развит RC Drift. И я считаю, что Малайзия, вот если брать в масштабе, то Япония, это на первом месте. По масштабу, по уровню. А вот Малайзия, это второе место в мире, кто только не едет. И началось все с того, что я начал там участвовать. Затем есть такой чемпионат, называется TDC. Он изначально проводился с 2010 года, только в Таиланде. И собирал там по 100 участников. Вау! В 2016 году я первый раз туда поехал. И из ого 80 участников, я занял четвертое место там. Ничего себе! Вот, а вот, да! Да! Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну преследовать тяжело, конечно, но это все приходит с опытом. Особенно тяжело, когда в миллиметрах, в сантиметрах нескольких от лидирующей машины и нужно предсказать. Нужно не только следить за своей машиной, а также предсказать, что будет делать лидер. Впереди идущий, да. Блин, ну интересно. Будем наблюдать, будем наблюдать. Давай. Так, 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 что у нас тут происходит, друзья. Здесь у нас практика перед топ-32. Просто гоняют кто-то в парах, кто-то в воде. А не, в основном все по парам. Кто с кем, не важно. Просто гоняют и пытаются натренировать навыки по парному вождению. По-моему, это выглядит круто. И, по-моему, у них неплохо получается. Только посмотрите. Ой, это, кстати, моя любимая раскраска. Вот это вот. Это Сильвия, да? Это же Сильвия. Или это Ниссан? Сильвия. С-15? Да, это С-15. Короче, это моя самая... Я бы выбрал вот эту раскраску лучшей. В общем, они тренируются, а мы с вами. У нас Назар выбыл, к сожалению, не прошел в топ-32. Но у нас есть еще один одесскоговорящий человек, Максим. И мы будем болеть за него, конечно же. Ладно, погнали в топ-32. Сильвия. Сильвия. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрели, выбирали, потому что на постановке он ударился в стену... Во втором проезде? Нет, когда он был лидером. И это уже автоматически ноль. И во втором заезде я не думаю, что я допустил какую-то большую ошибку, которая могла бы сравнить его ноль, удар в стену, с моими какими-то, возможно, мелкими ошибками. И я не знаю, что они так долго там выбирали, но сам смысл то, что я прошел дальше. А ты пока еще не знаешь, с кем ты в топ-16? Нет, там пока дальше движется сетка, и посмотрим, кто кого выиграет, с тем я буду. Окей, будем наблюдать. Давай, удачи. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Сори, сори, что я тебя так беспокою Слушай, топ-16 прошло Топ-16 прошло Расскажи, расскажи, потому что опять была ошибка у соперника Да, но в этот раз было давление уже, я думаю Потому что я достаточно близко Ошибка была в конце, потому что ошибка была в начале И я думаю, немножечко занервничало Или еще что-то получилось А ты себя как чувствуешь? Я на тебя смотрю, ты релакс Я уже спокойно, да Как я говорил, что первый баттл самый сложный После первого баттла уже, ну, в моем опыте То есть уже в топ-8 ты смотришь так уже, расслабленно В топ-8 я иду со своим сокомандником То есть ты его знаешь идеально Ну, да Ну, обидно, что в топ-8 с ним Почему? Слишком рано Хотел бы позже В топ-4, ладно, в топ-8 слишком рано Понял, ну будем наблюдать за топ-8 Спасибо Я думаю, после топ-8 уже не будет время с тобой разговаривать Спасибо Я думаю, после топ-8 уже не будет время с тобой разговаривать Поэтому, может, аж после финала Хорошо, надеюсь, надеюсь Субтитры сделал DimaTorzok Дима Масомарова Дима Масомарова Дима Масомарова Казани И Волга Дима Масомарова Масомарова Газа, на скриптар Дима Трухот Таки в attributed А с тупыми А с дима монстры Дима Дима 3 С дыма Волгальм Продолжение следует... 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 Дааа.